Узнать о востребованных в Ненецком округе специальностях и определиться с выбором учебного заведения. Для старшеклассников провели ярмарку учебных мест и вакансий. Свои возможности потенциальным абитуриентам представили известные в России государственные вузы, окружные учреждения среднего профессионального образования и работодатели. Ирина Никешина расскажет подробнее. Один из опорных вузов России, которые впервые принимают участие в окружной ярмарке учебных мест, Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Его структура входит в 14 институтов и колледж. Мы, как опорный вуз, предлагаем 45 направлений бакалавриата, три направления специалитета. Специалитет представлен лечебным делом, педиатрией и правовым обеспечением национальной безопасности. Пять направлений среднего профессионального образования. Что касается магистратуры, свыше 40 магистрских программ, мы тоже предлагаем 12 программ аспирантуры. Информацию об образовательных программах, возможностях и условиях обучения будущим абитуриентам представил еще один государственный вуз – Новгородский университет имени Ярослава Мудрого. В его структуру входят 7 институтов и 4 колледжа. Новгородский государственный университет предлагает более 49 направлений подготовки, включая направления для среднепрофессионального образования, для девятиклассников, тех самых, которые будут выпускаться. Это и IT-техника, компьютеры, это право организации социального обеспечения, это туризм, это гостиничное дело. Всего на участие в ярмарке заявились пять вузов, в том числе Московский институт мировых цивилизаций и два университета из Архангельска – САФУ и СГМУ. Не остались в стороне и постоянные участники мероприятия – окружные учреждения среднего профессионального образования, чья целевая аудитория преимущественно выпускники девятых классов. В этом году техникум у нас объявляет набор на четыре такие специальности. Это информационная система и программирование, это управление качеством продукции, процессов и услуг, поварское и кондитерское отдело и, конечно же, экономико-бухгалтерский учет. Помимо учебных заведений в ярмарке принимают участие и работодатели. Они рассказывают ребятам о востребованных специальностях и особенностях работы. При необходимости помогают подобрать вуз. Наше предприятие ведет активную политику в области трудоустройства. У нас постоянно идет омоложение кадров. Значит, какие специальности мы предлагаем. Это летная эксплуатация воздушных судов, это техническая эксплуатация, это служба авиационно-технической базы, и организация, там много есть, организация перевозок и так далее. Нашим амбитуриентам мы предлагаем список учебных заведений. Мы помогаем подобрать профессию, рассказать немного. Еще не определился с вузом, но уже имеет представление о том, в какой области хотел бы реализовать себя девятиклассник четвертой школы Георгий Левин. Свою будущую профессию юноша намерен связать с медициной. Большинство моих родственников, у них всех связана жизнь с медициной. Ну и так, можно сказать, кто-то там детский массажист, кто-то врач-педиатр, кто-то хирург. Если медицинский вуз, то какой предпочтешь? Это СПО будет или кого-то другого? Ну, медицинский в Акадрске, я имею в виду, или в другом городе? Может быть и в Архангельске, может в другом городе. Я посмотрю, что будет более доступно мне и куда я смогу уж точно поступить. После школы сразу в ВОЗ планирует поступать и Иван Давыдов. Какие направления вы для себя определили? Медицинское дело, скорее всего. Либо инженер. Что-то два из этого. Одно из этого. Медицинское дело. Я знаю, да. Ну, просто я разносторонний человек. Могу и тем, и тем заниматься. Главная цель ярмарки учебных мест – дать ребятам возможность познакомиться с образовательными программами, узнать о специфике обучения в вузах или СУЗах. Ведь совсем скоро им предстоит сделать свой выбор будущей профессии. Ярмарка проходит ежегодно один раз. Проходит все-таки с тем, чтобы ребята, которые еще не определились, смогли определиться, когда можно поступить. Потому что, если делать ближе к экзаменам, то уже, наверное, кое-что идет. Определиться с выбором будущей профессии ребятам помогали и организации Неницкого округа. Все желающие могли примерить на себя костюмы спасателя, принять участие в мастер-классах и узнать о имеющихся вакансиях у окружных работодателей.